Добрый день! Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. За прошедший период нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено. С 18 июня обеспечено безопасное прохождение 18 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана, 12 через Золочинский коридор в северном и южных направлениях и 6 колонн по маршрутам Шуша, Красный Базар, Каджар и обратно. По заявкам азербайджанской стороны 21 и 23 июня осуществлено сопровождение двух колонн строительной техники по маршруту Мадагис-Кельбаджар и одной в обратном направлении. 20 июня представителями российского миротворческого контингента сопровождено 154 паломника в монастыри Амарас и Гонзасар. 23 июня российскими миротворцами оказана адресная гуманитарная помощь нуждающимся жителям города Степанакерта, в ходе которой им были переданы предметы первой необходимости. В течение недели совершено 5 выездов рабочих групп Центра гуманитарного реагирования для обеспечения безопасности выполнения сельскохозяйственных и ремонтных работ вблизи линии соприкосновения в Мартунинском районе. Российскими инженерно-саперными группами продолжается разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1888 зданий, более 657 километров дорог, очищено 1243 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25 640 взрывоопасных предметов. 20 июня группой разминирования миротворческого контингента проведен осмотр водозабора Хачинского водохранилища в Агдамском районе Азербайджана на наличие взрывоопасных предметов. Мы находимся на территории блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения в населенном пункте Хаджалы, который был сдан в эксплуатации 21 июня. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для проведения качественной диагностики и оказания квалифицированной помощи военнослужащим российского миротворческого контингента. Кроме этого, городок обеспечивает комфортное проживание личного состава медицинского отряда. С вводом в эксплуатацию указанного комплекса завершено строительство места размещения военнослужащих миротворческого контингента. Всего специалистами материально-технического обеспечения Вооруженных сил России в течение шести месяцев было построено и сдано 30 блочно-модульных городков различного типа, которые позволяют полностью обеспечить личный состав контингента местами отдыха и несения службы. В выполнении российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Благодарю за внимание.